хочу показать наш коридор роддома тут полная тишина сейчас вот все палаты представляете свободны если не спросила у санитарки она сказала что такое бывает крайне редко было в марте одна неделька что этот этаж был свободный вот покажу вам там где дверь приоткрыта там наша палата палата достаточно просторные 4 человека в ней а так здесь преимущественно все сервисные палаты на одного человека в каждой палате кровать естественно там пеленальный столик туалет душ и даже холодильник вот здесь вот пост такой здесь как правило никого нету все на третьем этаже есть такой медперсонал на третьем этаже дождик пошел хорошо хоть свежо будет а то у нас такая жара наступила что просто нереально мы в палате боимся открывать все так окно ну чтобы никого там ребенка не надуло поэтому нас дверь приоткрыта чтоб свежий воздух был а вот она я в общем этот халат поличный ночнушку у меня тоже больничная ночнушку каждый день меняет что очень удобно вот ну то что какой там халат мне все равно все равно найти удобно потому что если вдруг запачкаешься тебе поменяют и все у тебя чистенькая ночнушки по умолчанию каждое утро меняют и постельное белье вот я тут с понедельника сегодня у нас четверг было вот два раза первый раз вот естественно свежее и вот уже нам поменяли постельное белье очень хорошо так что дальше пойдем сами в столовую я сейчас кефирчик хочу попить и съесть кусочек сыра вот тут у нас вот есть инвекционный кабинет и вот тут вот разная информация вот такое расписание распорядок дня можете посмотреть в 5 утра подъем нам где-то в 5 30 приносит температуру померить вот малышей здесь написано 6 утра кормят последнее кормление в 23 30 но на самом деле еще в 4 утра приносит смесь покормить детишек а вот здесь у нас помывочная такая помывочная здесь мы сдаем сюда всякие вот подписанные грудные пилюнки полотенца вот постельное белье рубашки мусор и отдельно пластиковую посуду собираю ну и тут это для санитарок всякие их инвентарь вот идемте дальше смотрите вообще никого нету нас три человека в палате осталось и было еще одна палата где было тоже 4 мамочки но их выписали вчера на вчера их выписали так что там вот человек стоит дежурный на этаже вот видите тут заглянуть нельзя не наверное закрыты я попробовала вчера из любопытства в одну дверь зайти на она была закрыта вот собственно говоря столовая один ужин остался чего-то не выкинули странно но от столовая для таких как я кому нельзя сидеть такие удобные столы высокие и сидеть и вот помыть можно руки всем огромный привет вот я в больничном вся такая извиняюсь внешний вид но в принципе последние мои видео мой внешний вид никого уже не удивляет наконец случилось столкожданное мое чудо спасибо вам за поздравление многие из подписчиков догадались в профиле в ю тубе увидеть ссылку на инстаграм зайти туда и увидеть новость что 16 числа я родила сыночка в 16-30 вот его все называют богатырем потому что он весит 4 килограмма 350 грамм и рост на 56 сантиметров но он действительно богатырь и даже когда но вот он родился не вот такие щеки большие медперсонал пошутил сказал что он застрял своими щеками поэтому долго не мог но очень рода были долгие у меня и с 8 утра я пыталась разродиться грубо говоря мне прокололи пузырь с 8 утра были интенсивные схватки и мне даже потом в какое-то время окситоцин стали вводить и усиливать схватки это каждую минуту даром схватка минуту минуту отдых или полторы минуты и вот так вот было до четырех часов даже чуть побольше и в общем врач пришла к решению и и с помощью вакуума вытащили но я потуги мне акушерка давила на живот и с помощью вакуума вытаскивали ребенка потому что он никак все ниже не мог спуститься вообще схватки у меня начались как раз вот воскресенье мы ложились спать и у меня какая-то ноющая знаете вот поясница да у меня беспокоило уже особенно последние месяца беременности и какое-то ощущение в пояснице не такой болевое какой-то другой другая какая-то боль больше похоже как вот при месячных я еще заподозрила что вдруг это она и в два часа ночи я как проснулась и вот эти вот такие небольшие ощущения как при месячных знаете так обрадовалась думала если такие схватки а потом они будут чуть посильнее то вообще клёво потому что я в принципе к поле достаточно терпима вот я приехала значит у меня вот все это было я сразу не вызывала там не такси не мужа разбудила походила убедилась что действительно схватки и уже где-то пол шестого наверное в пять утра точно не помню я влада разбудила он встал это собрался и мы с ним на такси поехали в общем роддом здесь вот он и мою верхнюю одежду забрал и уехал я осталась рожать значит а в семь утра где-то пол восьмого в ночи при этом предродовое поступила может быть не стоит рассказывать в общем на тех каждые роды это своя история отдельно в общем я когда сказала врачу что у меня уже раскрытие было с прошлой недели такая посмотрела что до рода это четыре сантиметра раскрытие а если с прошлой неделе уже есть то это маловато она решила ускорить процесс и проколола пузырь вот и вот с 8 утра там есть этот долгий мучительный процесс вот хожу я пока тоже не очень до этого ходила из-за большого живота сейчас из-за больших разрывов вот ну все позади я была безумно рада что при таких крупных размерах ребенка что он все целенький вылез потому что часто ручки ножки там какие-то вывихи еще что-то конечно заголовку я запереживала но ничего узи сделали головы все в порядке это тату надеюсь и дальше все будет хорошо вот дай бог так что такие дела я с кефирчик попью иду со столовой ну в общем что в основном я особо ничего так и не снимала уверения особо вообще ничего не снимала как-то не знаю почему ну не знаю в общем да некоторые прям такие репортажи ведут из роддома ну как-то мне особо не хотелось наверное просто оставлю для памяти вот это вот ощущение вот этот коридор поэтому все-таки сниму камеру поэтому взяла что что-то для памяти снять и сейчас своего малыша снимаю но естественно пока я выкладывать на всеобщее обозрение не хочу так что вот пойдем пойду к своему мальчишечке любимому так что вот 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 Продолжение следует...